Исаак Иммануилович Бабель, первоначальная фамилия Бобель, 1894 год рождения, расстрелян в 1940-м, то есть в 46 лет расстреляли его коммунисты. На самом деле биография довольно проблематичная, во-первых, он точно много врал самой своей собственной биографии, но это нормально в те годы, в период модернизма, я уже рассказывал, вообще писатели любили придумывать биографические факты себе, потому что они литературу понимали как самовыражение, мемуары они понимали как литературу, поэтому они, вообще у них жизнь была определенным таким выдумыванием себя, и в мемуарах они тоже сильно, у них грани между реальностью и вымыслом особенной не было. Ну, в частности, точно неизвестна дата рождения, где-то так, значит, 94-й, но там разные дают, 13 июля и так далее, 30 июня. Ну, в общем, между 12 и 13 июля колеблется. Так или иначе, отец его был торговец, на Молдаванке он родился, Бабель, естественно, 100% еврей. Указанный его отец владельцем магазина в справочниках российских, потом они переехали с Одессы в Николаев, где он до 11 лет жил. Поступил в коммерческое училище Николаевское, с трудом экзамены не выдержал входные, но, как сам Бабель рассказывал, он параллельно с коммерческими дисциплинами изучал также Талмуд, Библию, древнееврейский язык, то есть традиционные, всякие для евреев дисциплины, свободно владел идишем, французским и русским, первое произведение писал на французском. В 1911 год получил аттестат об окончании Одесского коммерческого училища, из Николаева в Одессу перевелся, и стал студентом Киевского коммерческого института, то есть вообще-то у него образование высшее, но коммерческое название. В Киеве учился, соответственно, студентом, получил там диплом в 17-м году, там же впервые опубликовал рассказы некоторые свои. И в 16-м он вылез в Петроград, была черта оседлости, евреи могли в столице жить, только они студенты. Но вот он поступил на 4-й курс юридического факультета, и поэтому у него был вид на жительство. То есть евреи должны были за черту оседлости прямо визу брать, на каком-то основании, вот как сейчас основание пребывания в другом государстве, допустим, учиться там, и все такое. Ну вот в 16-м году он познакомился с Горьким. Горький опубликовал в журнале «Летопись» несколько рассказов Бабеля, однако рассказы произвели фурор и пытались Бабеля судить за порнографию и за богохульство. В общем, все как в наше время, за пропаганду нетрадиционных, ну там он там нетрадиционный, но порнография считалась статьей в царской России. Ну и там нашли богохульство и покушение на неспровержение существующего строя. Однако 17-й год революции, в общем, и дело до конца не довели, когда уже революция произошла, эти все дела по цензуре прекратили. Воевал в 17-м году на Румынском фронте, потом вернулся в Петроград, уже революционный, работал переводчиком в иностранном отделе ЧК, то есть работал у коммунистов, у наркомпросе, печатался в гражданскую. Вот весной 20-го года его отправили в 1-ю конную армию в качестве военного корреспондента, и он там был бойцом, политработником, корреспондентом, участвовал в Советско-Польской войне, ввел записи, из которых он потом сделал рассказку на армию. То есть 20-й год он точно почти весь на фронте провел, и рассказку на армию по свежим впечатлениям. Потом работал репортером в Тифлисе, в Одессе, в госиздате Украины, довольно много он, кстати, в Грузии работал в газете, «Заря Востока», тоже был корреспондентом по Аджаре, Абхазии. 23-й, 24-й год публикуется, между прочим, он в журнале Лефа Маяковского, то есть Бабель такой был достаточно модернист был. Потом в журнале «Красная и Нофи» это публикуются рассказы, которые потом войдут в сборники «Конармия» и «Одесские рассказы». Становится известным где-то 24-й год, и вот 25-й год выходит сборник рассказов, а 26-й входит «Конармия». То есть 1926-й, у него уже «Конармия» сформулированная. Началась дискуссия вокруг Бабеля, теперь уже советская, его еще при царизме в порнографии обвиняли. Теперь его обвиняли в том, что, во-первых, он слишком плохо пишет о Красной Армии и слишком хорошо об уголовниках. Ну, в частности, натурализм и апология стихийного начала и романтизации бандитизма, так это звучало. Натурализм означает, что он пишет все как есть, но так не надо. Советская критика так считала. То есть, вообще-то натурализм это реализм, так сказать, доведенный до конца. Его сравнивали с Зощенко, и Зощенко тоже был популярен, но описывал реальность не так, как нужно коммунистам. Поэтому есть эпиграмма «Под пушек гром, под звоны Сабеля, от Зощенко родился Бабель». Ну, «Конармия» там в чем смысл? Есть, кстати, свежая то ли пародия, то ли оценка какая-то о Кунином. Там тоже самое примерно пишет. Значит, интеллигент попадает в армию, в наступающую. Естественно, Красная Армия осуществляет там насилие, жестокости, наполнено деревенскими необразованными людьми, которые творят там, что попало. И интеллигент это все воспринимает критически. Несмотря на то, что интеллигент тоже считает, что они делают какое-то правильное дело, там воюют с поляками. Война на самом деле ужасная, и люди на войне морально деградируют. Вот об этом «Конармия». Ну, что касается одесских рассказов, то они много раз у нас экранизированы, я думаю, тут пересказывать не надо. Там как раз Беня Крик, как такой прекрасный еврейский уголовник, в котором он находит, наоборот, положительного персонажа Бабель. В общем-то, и в «Конармии», и в одесских рассказах проблема насилия, которая вообще для модерна же характерна. Модерн же вообще эпоха насилия. Сейчас метамодерн начинается, опять войны, будет опять война. Модерн такая вот вещь, там, либо ты, либо я. Ну вот, и проблема насилия, она по-разному осознается. В принципе, как человек в этой реальности живущий, он вынужден его оправдывать. Вот он в одесских рассказах пытается как-то через юмор, через фигуру такого привлекательного бандита оправдать насилие. В какой-то степени Бенни Крик, конечно, это предшественник Остапо Бендера. А в «Конармии», да, он пытается как-то насилие понять, как необходимое в истории. Ни то, ни другое у него до конца не получается. Бенни Крик на самом деле отвратителен, а «Конармия» это вообще про полную деградацию людей на войне. По какой бы причине война бы не велась. При этом писал он, с моей точки зрения, хорошо. Вот тоже сложные у меня к Бабель отношения. Смыслы, конечно, агрессивные, да. Пишет хорошо. Он пишет максимально лаконично, точно. Я тоже не люблю, когда размазывают эти эпитеты, читать невозможно. За что Быкова не люблю, размазано как манная каша. Бабель лучше Быкова пишет. Четкие образы, четкие персонажи, сюжетные коллизии, темперамент. Метафоричность языка, практически язык граничит с поэзией. Поэтому, собственно, раннего Бабеля публиковал Найковский в Лефе. Ну вот после этих всех рассказов он стал известен. Работал, конечно, в еврейской культуре. Допустим, он адаптировал роман «Шалом Алейхима» для кинопостановки в сценарии написал. Потом он участвовал в коллективном романе «Большие пожары». В 1928 году он написал пьесу «Закат». Это тоже про Беню Крико. И «Закат» был поставлен сразу же в Одессе, на русском и на украинском сразу. Однако уже был 1928 год, уже индустриализация. И Бабеля критиковали за идеализацию хулиганства. За то, что Беню Крик уголовник, но привлекательный. 1935 год, пьеса «Мария». В конце 30-х цензура, Бабель все меньше печатается. Занимался переводами с едише, который свободно знал. В том числе «Шалом Алейхима», «Давита Бергельсона» и прочих признанных тогда классиков еврейской литературы. В 1937 году он выступил со статьей «Ложь предательства смерти Ковщина», направленной против мнимых троцкистов. То есть, как советский писатель 30-х, надо сказать, что Бабель не был диссидентом, и когда нужно, он писал статьи против этих троцкистов и прочих фантастических партий. Дискуссия о канармии была еще в 20-е. Семену Буденову категорически не понравилось, что его красноармейцев изображают дегенератами, поэтому Семен Буденов написал статью «Бабизм Бабеля», где он назвал Бабеля дегенератом от литературы. Климент Ворошилов тоже жаловался там по всем инстанциям, что там Красная Армия изображена дегенератами. Сталин сказал, что Бабель пишет о вещах, которые не понимает. Шкловский сказал, что Бабель увидел Россию так, как мог увидеть ее французский писатель, прикомандированный к армии Наполеона. Но на самом деле Максим Горький любил что-нибудь такое говнистое, и сам постоянно какую-то говнистость писал, поэтому Горький поддержал Бабеля. Сказал, что все нормально, бойцы Красной Армии показаны героями, бесстрашные, они глубоко чувствуют величие своей борьбы, а, дескать, натурализм – это реализм. Ну вот в середине 20-х была известная дискуссия о конармии Бабеля. В коллективизацию в начале 30-х, вот как раз в 31-м году, он пытается написать роман о коллективизации, называется «Великая Креница». Первая глава была опубликована, потом позже вторая глава тоже была найдена и посмертно опубликована. Он пытался его дописать в конце 30-х, но рабочие материалы к роману изъяли, так что роман о коллективизации не получился. Бабель уже женогражданский привык к этому насилию, поэтому насилие при коллективизации он писал о нем, говорил, что вот письмо Багрицкому, поверите ли, Эдуард Георгиевич, я теперь научился спокойно смотреть на то, как расстреливают людей. Тем не менее, есть его письма к сестре в Брюссель, где он говорит, что переход на колхозы происходил с трениями, но теперь все развивается с необыкновенным блеском. Через год-два мы будем иметь благосостояние, которое затмит все, что эти станицы видели в прошлом, а жили они безбедно. То есть прямо посреди голода 1933-х годов он пишет, что на Кубани потом все будет гораздо лучше и лучше, чем было. Лучше, чем было на Кубани не будет, как все мы знаем. Так всю советскую власть продлится. Голод там периодический, деградация сельского хозяйства и все такое. Ну, в общем, про перегибы он тоже много писал. В 1930-е, как раз в 1930-м году, самый перегибный год, вот Бабель корреспондентом в деревне пытается роман о коллективизации написать, но у него не получается, слишком много он там ужасов видит. Поэтому в основном он занимался все 30-е переводами. Написать что-либо такое в своем стиле, достаточно реалистическом, про 30-е он не мог. В общем-то, советская власть как-то решила, что он им не нужен. К тому же он и болтал много, критиковал деятельность правительства. Ну, он человек 20-х, да, то есть 30-е, я понимаю, что уже время не его. 15 мая 1939 года Бабеля арестовали на даче в Переделкино по обвинению в создании антисоветской террористической деятельности и шпионаже. Изъяли у него рукописи, которые теперь навсегда утрачены. Он писал роман о ЧК и роман о коллективизации, теперь они утеряны, чекисты забрали и непонятно куда дели. На папиросы, что ли, скрутили. На допросах пытали, Бабель на пытках подписал связь с троцкистами о том, что троцкисты влияли на его творчество. И руководствуясь их наставлениями, он намеренно искажал действительность и умолял роль партии в кон-армии и в еврейских рассказах. Также он на допросах показал, что вел антисоветские разговоры среди других литераторов, таких как Олеша Катаев и Михоэлс, и шпионил в пользу Франции. В 1933 году, по протоколу, через Илью Иренбурга, Бабель установил шпионские связи с французским писателем Андре Мольро, которому передавал сведения о состоянии воздушного флота. Откуда нахер Бабель знал о состоянии воздушного флота, черт его знает. Значит, 27 июня 1940 года расстрельный список на Бабеля подписал лично Сталин. Был, значит, полностью он расстрелян, хотя факт его расстрела скрывался, и даже при реабилитации в 1954 году жене дали справку, что он умер в 1941 году от паралича сердца. Только в 1984 году установили, что Бабель действительно расстреляли, и что Сталин подписал 27 января 1940 года расстрел с Бабеля. Реабилитировали его при поддержке Паустовского в конце 50-х. В 1957 году выдали сборник избранный с предисловиями Илья Иренбурга, его друга, который все эти годы, естественно, молчал. То есть с 1939 года по 1955 вообще Бабель был запрещен, и делали вид, что такого не было. В 1957 году его издали. И назвали одним из выдающихся писателей XX века. Ну, по поводу литературных влияний, это, конечно, Одесская школа. То есть это Ильф Петровов, Олеша, Катаев, я почти про всех уже говорил. Это также Паустовский, Светлов, Багрицкий, о которых я еще буду говорить. Это все вот в этом контексте. В какой-то степени они на него влияли, он на них влиял. Определенно есть влияние на Ильфа Петрова. Вот, в принципе, Бенни Грек, предшественник Остапы Бендера, это вне всякого сомнения. Продолжали потом, уже после реабилитации, в конце 50-х, новые произведения его публиковать, и на Западе, и у нас. Ценил его Эрнест Хомингуэй именно за лаконичность стиля. Что хорошая, вообще-то, вещь у писателей. И Борхес тоже любил именно стиль. Как бы про революцию они плохо понимали Хомингуэй с Борхесом, но вот про стиль они любили. В сериале «Утесов» есть Бабель, есть киновоплощение. Памятник в Одессе в 2011 году установлен. Ну и, в общем, в Одессе наиболее, это больше всего там всяких о Бабеле штук всяких стоит. И памятники, и там улица на Молдаванке в честь Бабеля названа, и так далее. Так писал в основном в Одессе. Ну, литературное наследие, самое крупное получилось, вот две вещи. Кун-армии и одесские рассказы. Одесские рассказы, 31-й год, поэтому сюда помещаю. Также у него есть две пьесы «Закат» и «Мария». Неоконченные романы, Великая Креница, непонятно какой роман очка. Повесть еврейка тоже незаконченная, это уже, так сказать, фрагменты. Тем не менее, вот это вот все, оно интенсивно ставится и стало довольно известно. Получается, написал он в целом мало, но известное. Пьесу «Закат» в 1928 году еще ставили. В перестройку очень много ставили пьесу «Закат» Бабеля. В перестройку актуален стал «Бенни Крик», как вот «Новый русский будущее». Поэтому вот в этом контексте стали, пропагандируя фактически уголовников. В перестройку же сделали мюзикл «Бендюжник и король» с залиховатскими песнями, ставили его в театре и экранизировали. Причем экранизировали-то неплохо получилось. За экранизацией, значит, еще в 1926 году были экранизированы «Бенни Крик». Еще есть фильм 26-го года, не мой. Есть хорошие экранизации перестройки, их три. «Бендюжник и король», «Искусство жить в Одессе» и «Закат». Про все три я рассказывал, они значимые для советского кино и действительно качественные. Другой вопрос, что они пропагандируют. Они пропагандируют уголовников. Но сделаны они хорошо. Но также есть сериал «Жизнь и приключения Мишки Японченко» 2011 года, который во многом тоже набабили, но много их дописали. И про «Жизнь и приключения Мишки Японченко» я буду говорить уже в обзоре фильма в 2011 году, скоро в следующий понедельник, через неделю. Вот. Ну вот это биографии произведения. И сейчас кратенько расскажу об одесских рассказах. Одесские рассказы, цикл рассказов примерно с одними персонажами, но роман там не получился. То есть персонажи одни, когда экранизируют, то их искусственно склеивают рассказы, пытаются выдержать некое единое произведение, но, как правило, плохо получается, за силу того, что сами рассказы фрагментарны. Ну, суть там, значит, банда налетчиков, которые живут в еврейском районе Молдаланки и, в общем-то, его контролируют. Там иногда заявляется, что Бенни Крик – это король Молдаланки. Бенни Крик – это, значит, руководитель этих всех банды налетчиков и прототипом является Мишка Япончик. Поэтому сериал про Мишку Япончика во многом экранизация Бабеля, но не только. Лаконичный стиль, о чём я уже говорил, демонстрируется одесский юмор. И вообще то, что сейчас называется одесским юмором, это во многом просто подражание Бабелю. Это стиль конкретного писателя. Вот Катаев тоже, между прочим, одесский, да, Ильф и Петров одесские. Но там же вот этого вот нет, вот то, что мы привыкли до Одессии, не это называться. Вот это и в Бабеле в основном, вот это называемый одесский стиль. Ну или одесский юмор, это Бабель. Структура там, вот из-за того, что фрагментарны, даже границы непонятны этого сборника. Вот четыре главных рассказа точно туда относятся. Король, как это делалось в Одессе, Любка, казак и отец. Это четыре рассказа основные, но также вписывают много ещё чего. Там Фраим Грач, Закат, то есть другие рассказы о тех же персонажах, часто тоже пишут еврейские рассказы. То есть проблема состава цикла не решена. Также там есть рассказы Гюи де Мапассан, Дорога и так далее. То есть у него ещё много рассказов, где тоже Бенни Грик встречается. И по этому принципу можно там штук 15 рассказов включить в одесские рассказы, но основных четыре. Вот четыре главных рассказа опубликованы 21-24 год и вышли отдельной книгой в 31-м году. Второстепенные он их в 20-е и в 30-е, так сказать, публиковал. Говорят, что ещё при жизни Бабеля Леонид Утёсов тоже одессит исполнял его рассказы со сцены. И вот к исполнению его тёсовым рассказов Бабеля восходят, собственно, традиции Роман Карцев и Михаил Жванецкий. То есть традиция эстрадного одесского юмора – это, в принципе, тоже сокращение Бабеля, как бы адаптация уже Бабеля к 70-м, к 80-м. Экранизации, да, я рекомендую. Там практически весь текст сохранён, он достаточно лаконичный. Добавок они делают мало. Ну, если это разбить на рассказы, значит, рассказ «Король» – это облава. Полицейский готовит облаву на налётчиков, но вместо этого налётчики устраивают там пожар и справляют свадьбу. Как это делалось в Одессе? Это первое дело Бени Крика, когда он убил приказчика Мугенштейна и организовал его похороны за свой счёт. Ну, за счёт, короче, Тартаковского, не совсем. За счёт его начальника. Потом отец – это там Фраим Грач, его дочь Васька, которую пытаются сженить на Бени Крике. Потом Любка Казак, как еврей Цудейчкис, получился, значит, управляющим у Любки Казак. Потом «Справедливость» в скобках – это как еврей Цудейчкис навёл на кооператив «Справедливость» две банды одновременно, Бени Крика и Коли Штифта. Они… Получилась перестрелка. Цудейчкис из-за этого хотели убить, но потом помиловали. Конец Богодельни – это как евреи в одном и том же гробу хоронили, потом гроб всё время воровали и хранили кого-то нового. А потом у них это всё не получилось и пошла стрельба. Фраим Грач – это как старый бандит в 19-м году пытается приспособиться к советской власти, но его в итоге убивают и ничего не получается. Закат – это как Бени Крик и его брат с отцом ругаются. Ну, вот эти сцены довольно, в экранизациях довольно яркие. Значит, экспрессионистская манера, но в то же время и натурализм. То есть, как бы он совмещает, во-первых, предельно реалистичное изображение действительности с метафорами, с экспрессионизмом, с такой повышенной эмоциональностью. Вот в фильмах передано хорошо, стилистика. Бабеля при этом он иногда сбивается. То есть, у него получаются фрагменты как натуралистические и фрагменты как модернистские. Вот не только нет какого-то чёткого романного сюжета, но нет даже единого стиля. Поэтому вот в роман это превратить довольно трудно, и когда в фильмах пытаются, получается довольно искусственно. Но они другие способы. Допустим, песни. Вот в мюзикл «Бендюжник и король» песни создают всё-таки единую стилистику. Но даже в мюзикле заметно, что сам материал-то он идёт рывками, и сам материал даже стилистически не скомпонован у Бабеля. Есть такое. В то же время, вот это его концентрированный текст, манеру писать Бабеля я всячески одобряю, без размазывания всяких, блядь, эпитетов. Это хорошо, это всё поделит. Это соответствует нашему интернетовскому восприятию, когда у нас основной текст, это же блок, да? У меня тоже. То есть, основной текст это блок, это полстраницы, и они должны быть по чёткой теме. Вот как Лев Толстой, мы же не пишем, и Бабель тоже так не пишет. Бабель пишет как блок. Это хорошо. В связи с разностильем находят много влияния. То есть, на него влияет, конечно, еврейская культура, с которой он с детства знаком. Притчи, хасидов, еврейский фольклор, всё возможное. Кроме того, он начитался до сиха французской литературы, прежде всего, Гидемопассан, имензоля, натуралистического направления, не пытается им подражать. Это тоже заметно. Естественно, он с русской прозой знаком, с Ольвом Толстым, с Гоголем, что тоже там всё есть. И, естественно, с его патроном Максимом Горьким, который его поддерживал. Горький там тоже наблюдается. Нехило там также и Зигмунда Фрейда обнаружено. Понятно, что Бабель воевал на войне за марксистов, и марксизм там тоже есть. Но, тем не менее, по итогу, вот, да, сложное произведение гораздо сложнее, чем эпигонство вокруг Бабеля. Бабеля обычно упрощают, если вот он дальше у нас ждёт, какие-то пародии, экранизации, сам Бабель сложнее. Но, тем не менее, на выходе у меня неутешительные выводы. Романтизация уголовников действительно есть. Вот прав был в этом плане товарищ Сталин, и другие, кто критиковали в 20-е. Но есть романтизация уголовника, в чём мы тут не выбросим. Но Бенни Крик, как положительный персонаж, а он бандит. Этим самым уголовникам в советских экранизациях времён Перестройки и адаптациях Бабеля придают вид неких-таких политических борцов с царизмом. Они не были никакими политическими борцами с царизмом. Сам Бабель это понимает в рассказе Фраим Грач. Когда пришли реальные политические борцы с царизмом, они этих бандитов расстреляли, они им не нужны были. То есть не является Бенни Крик каким-то, не знаю, анархистом. Хотя Мишка Япончик, его прототип, потом пытался в анархиста записаться, но ничего не вышло. Ведь большевики потом реальные левые придут и расстреляют просто. То есть они не нужны и борцам с царизмом, и царизмом, конечно, не нужны. Конечно, царизму не нужны уголовники. С полицией они сражаются. Но и борцам с царизмом они не нужны и к ним не относятся. Разве что использовали иногда уголовников, и эсеры, и анархисты. Изображение евреев как мошенников, которые поддерживают этого Бенни Крико, вплоть до того, что он там чуть ли не в синагоге прячется, работает на антисемитизм. Вот то, что он изображает, что евреи-молдаванки массово сочувствуют уголовнику Крику, считают его своим королем, его уважают, это антисемитское на самом деле. То есть вот Бабель, видимо, пытается как-то евреев сделать привлекательными, но не получается. Бабель не понимает то население, для которого он пишет, что кривляющийся уголовник Крик никогда не будет для людей, которые работают, никогда не будет привлекательным. А то, что он красиво изображен, это мы предъявим Бабелю. А получается, антисемитизм работает, и евреев показывают мошенников. Ну, я говорю, можно спорить с этой моей позицией, это моя субъективная позиция. Ничего против евреев, особенно если они работают, а не грабят людей, я не имею. Поэтому образы яркие, сделаны хорошо, с хорошим знанием современной ему литературы, с талантом, но по сути это образы отвратительные. Получается, я согласен с советской критикой Бабеля, именно в 20-х годах. Вот когда в перестройку понадобилось мошенников романтизировать, вот тогда Бабель пригодился больше всего, а потом про него опять забыли. По сути у нас пик популярности Бабеля это конец 80-х прошлого века в перестройку. Экранизация была еще 26-го года, пение Крик, не мая. А основные все хорошие экранизации я уже перечислял. Это все 89-90-е годы. Бендюжник и король, искусство жить в Одессе и закат, это все то же самое. На театр переделали и ставили в театре в перестройку, насколько я понимаю, ставят и сейчас. Но тут нужно смотреть про реальную постановку театральную, обычно режиссер все так переделает, что мама не горюй, что на Бабеля не похоже. Это нужно оценивать реальную постановку. Поэтому оценивать, видимо, будем экранизации, которые все смотрели, с которыми все понятно. Ну вот, видимо, так вкратце про Бабеля.